В студии Лиза Калинина, Никита Некрасов, и начинается наша программа, одна из любимейших наук и технологий она называется. И в гостях у нас сегодня прекрасная гостья, профессор, декан факультета английского языка Московского государственного лингвистического университета, Аксения Владимировна Голубина. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы к нам добрались в эту финальную неделю декабрьскую, очень сложную, ведь она не только праздничная сессия у студентов. Начинается, правда. А вас обязывает всё-таки уже курировать. Лиза, хватит обольном. Почему это? А приятно. У нас много информационных поводов, так скажем, с вами встретиться, но выбрали самый важный. Ребята, я думаю, многие хотят изучать языки разные, и сейчас это сделать проще, проще поступать, потому что много таких проектов, которые поддерживают студентов, вернее сначала абитурентов со всех регионов нашей огромной страны. Вот как страна ФМ, страна наша. Конечно. Расскажите нам, пожалуйста, что нового сейчас такого для молодёжи? Для молодёжи у нас, наверное, самое интересное и самое основное – это наша Евразийская лингвистическая олимпиада. Очень известная, кстати. Вы про неё слышали. Да. Она у нас проводится уже не первый год, шестой, по-моему, год мы её проводим, и наш университет является разработчиком и координатором. У нас замечательные партнёры по России, ведущие вузы, ведущие не только в плане преподавания языков. Очень интересное сотрудничество, прекрасные партнёры, я могу, например, назвать… Новосибирский государственный университет, Нижегородский государственный лингвистический университет, очень известный, Пятигорский государственный университет и многие-многие другие. Почему мы это делаем? Для того, чтобы не заключать всё только на Москве, на центре. Олимпиада проводится в два тура. Первый заочный тур сейчас идёт. Он начался 17 ноября, и по 17 января мы приглашаем всех в этом туре участвовать. Это совсем нетрудно сделать, просто пройти на наш сайт lingwanet.ru, зарегистрироваться, прочитать правила и поучаствовать в нашем заочном туре. И потом очный тур, самый интересный, куда проходят не все, конечно, участники, а только лучшие из лучших. Вот он-то у нас проводится на наших вот этих вот 10 площадках. Это очень удобно, потому что ребята могут пройти этот тур в университете в том месте, где они живут. Им не нужно ехать ни в Москву, ни в другие какие-то города. Ну, какие-то центральные города. Да-да-да, это очень удобно, и не только удобно, но и полезно, потому что это поступление для победителей. А что из себя представляет вот этот вот самый заочный тур? То есть это какой-то набор заданий, которые человек удаленно должен выполнить, и вы уже оцениваете, и либо дальше, либо извините. Ну, формально говоря, да. Человек регистрируется, получает свой пакет заданий, у него есть время на выполнение этих заданий, затем он их загружает обратно. Это определяет такой базовый уровень? Это не базовый уровень, это отборочный тур. Отборочный тур. Отборочный тур. Он нелёгкий, я вам сразу скажу, там некоторые даже иногда и расстраиваются, потому что не так хорошо получается. Но крайне интересно. Я считаю, что наша Олимпиада, просто она отличается оригинальностью большой, и именно лингвистической направленностью. Нам важно отобрать будущих лингвистов. Поэтому и задания, и такие, более такие, скажем, и тестового характера, и оригинальные творческие, они абсолютно имеют такую чёткую лингвистическую направленность. А участники какого возраста? С 7 по 11 класса. О, ничего себе, даже с 7 класса. Да, с 7 класса участвуют с большим удовольствием. И показывают ещё угодно какие результаты. Прекрасные результаты, если они, предположим, они набирают себе таким образом портфолио. Это очень важно для школьника, чтобы у него к концу обучения в школе уже были какие-то серьёзные результаты. А вот знаете, что ещё интересно? Чтобы достичь такого уровня, чтобы в 8-7 классе показать такие результаты, на вашей практике, на вашем опыте, когда вы работаете с этими юными ребятами, где они обучаются? Хватает ли государственной школы? Или это, как правило, такие люди, которые одержимы изучением языка, они ходят на какие-то факультативы, курсы, уже путешествуют? Может быть, преподавателями занимаются? Ну да, вот за счёт чего такие знания? Конечно, в первую очередь, это мотивация. Если ребёнок мотивирован на изучение языка, неважно, в какой школе он учится, он всё равно будет пользоваться всеми доступными способами. Это и школьные занятия, это, может быть, факультативы, это могут быть какие-то иные ещё занятия. Интернет очень много предлагает сейчас, я не знаю, откройте сайт Кембриджского университета или Кембриджского издательства, какой-либо, любой Оксфорд. Откроем. Всё, что хотите, открывайте, изучайте. Там масса заданий, которые помогают. Открытых знаний таких, да? Да, 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 возможностей очень много. Главное, чтобы человек хотел это делать. Это основное. Ну что, давайте ненадолго прервёмся, Наталья Подольская у нас прямо сейчас зазвучит в эфире, и сразу же после этой замечательной песни мы вернёмся к разговору о таких интересных иностранных языках. Я очень их люблю. Лиза Калинина, Никита Некрасов в студии, в гостях у нас сегодня профессор, декан факультета английского языка Московского государственного лингвистического университета Ксения Владимировна Голубина, и мы говорим о тех проектах, которые поддерживают юных лингвистов в дальнейшей своей профессии. Уже поступление в ВУЗы. В частности, говорим о Евразийской олимпиаде, ну так, лингвистической олимпиаде, да. Вот ещё вопрос такой. МГЛУ, да, собственно, ваш родной ВУЗ, сколько сейчас языков преподаётся в ВУЗе? Сейчас 35, но это не предел. Так. У нас всегда было очень много языков, несколько десятков. Мы открываем всё новые-новые языки, в смысле преподавания, конечно, не новые языки. Для преподавания языки. Каждый год мы добавляем один-два языка, и вы понимаете, что их изучают не только лингвисты, не только будущие переводчики, предположим, или преподаватели иностранных языков, или прикладные лингвисты. Это и студенты, обучающиеся по другим направлениям, предположим, обучающиеся по направлению регионовидения, или политологии, международные отношения, рекламы и связи с общественностью, теология и так далее, и так далее, и так далее. То есть палитра у нас очень богатая, я бы сказала. Ребятам интересно изучать языки. У нас всегда два языка изучается обязательно по программе. Многие берут третий, наиболее отважные берут четвёртый иностранный язык, и проходят обучение практически вот в том же объёме, что и по первому, по второму языку. А самое отважное, какое количество языков берут? Самое отважное, вы знаете, вот на моём... Мне кажется, они от природы уже знают несколько. Каждый следующий язык... Встроенный. Каждый следующий язык вам будет даваться чуть-чуть легче, потому что вы понимаете... Это правда? Да. То есть те, кто учит всю жизнь английский, пора бы уже рискнуть. Да, да, переключайтесь. Переключайтесь, конечно. Что-нибудь уже. Переключайтесь. Тем более, что у нас и методика наша поставлена на то, что мы изучаем как раз вот языки с опоры, приложены на первый иностранный язык. И так далее, и так далее. У нас всё это не на самотёк поставлено, а имеет серьёзную научную базу. Самое отважное, на моём веку была студентка, у которой было... У неё было четыре иностранных языка, а я не беру латынь, который у нас обязательно, и русский язык для нас тоже обязательный предмет. То есть уже, считайте, шесть. И четвёртый у неё был просто на очень хорошем уровне. Я не буду говорить в совершенстве, мы не признаём это, это не терминологично. Ксения Владимировна, а скажите, а вот если не использовать язык, ну, часто, ну, вряд ли, если ты даже обладаешь шестью языками, ну, понятно, что какой-то больше, другой, меньше ты используешь в жизни. Они забываются, языки? Практика важна. Они не то, что забываются, они уходят куда-то вот туда вот, да, вот, и отдыхают там, да, и... То есть, в принципе, эти знания могут вернуться в базовый язык? Абсолютно, абсолютно, да, конечно, конечно. А скажите, студенты выбирают сами языки, то есть вот, допустим, у вас 35-их, условно, русский и латынь, они, как сказать, базовый коллектив. Обязательно, да, да. То есть, остальное студент может выбрать сам? Или же есть какие-то рекомендации? Ну, что бы я сказала, при поступлении они, конечно, указывают те языки, которые бы они хотели изучать. Предположим, не обязательно будет это тот самый язык, по которому он сдавал единый государственный экзамен. Да, вот он сдал там английский, а хочет изучать с нуля итальянский и какой-нибудь ещё. Конечно, мы стараемся всё это учитывать и по возможности все эти пожелания удовлетворять. Но всегда есть выход, если есть дополнительные программы, и они могут тот язык, который им всё-таки не достался по каким-то причинам, они могут изучать уже и дополнительно. Это здорово. Давайте прервёмся. У нас впереди реклама, песня и так далее. Ну, конечно же... Пауза у нас небольшая. Да, у нас небольшая пауза. А я вам хочу сказать, дорогие друзья, что в нашей группе «Страна ФМ Вконтакте» есть специальный пост, специальная тема. Заходите, вступайте в группу и задавайте свои вопросы, если они у вас имеются. Вопросы, всё, что касается изучения иностранных языков, я думаю... Линвестики, да. Да. Наши эксперты довольно прокомментируют. Друзья, небольшая пауза, и скоро вернёмся, оставайтесь с нами. Это рубрика «Наука и технологии». У нас в гостях замечательный человек, профессор, декан факультета английского языка МГЛУ, Ксения Владимировна Голубина. Ещё раз здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня должны завершить этап. Говорим про Евразийскую лингвистическую олимпиаду. Какой итог, в конце концов, победил? Ну, итог очень, да, победил. Человек убедился, что он талантлив. Обошёл эти миллионы из Омска, Москвы и Санкт-Петербурга, например. Они к себе могут поступить, да. И он поступает, предположим, в наш ВУС или ВУС-партнёр на перевод перевода видения на лингвистику без экзаменов. И такие у нас есть ребята, у нас поступают по нашей олимпиаде, очень талантливые дети. Или, предположим, если он выбирает другое какое-то направление, то ему засчитывается это как 100 баллов по ЕГЭ, что тоже, согласитесь, неплохо и немало. Конечно, уже всех обошел. Ксения Владимировна, а Евразийская лингвистическая олимпиада, она когда проводится? Она сейчас прямо в данном моменте? Сейчас идёт заочный тур до 17 января. Вот, об этом важно сказать. Всех приглашаю участвовать. До 17 января у нас отборочный тур. И затем у нас в марте уже очный тур, заключительный тур. Заочный тур, вот вы говорите, что до 17 января, то есть по 17 января... Включительно. Включительно человек может зайти на сайт и поучаствовать. То есть нет такого, что вроде как до 17 января, но кто успел, тот молодец. Нет, 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 у нас всё очень чётко. Сайт МГЛУ. С сайтом ГЛУ набираете lingvonet.ru, дальше или Евразийская лингвистическая олимпиада и попадаете прямо на... По адресу. По адресу. Вот ещё, я хочу спросить, мало ли, может, я сам буду участвовать. Конечно, ребёнка родил, пора бы. Дом построил, дерево посадил. Язык надо изучать. Какое, вот для тех людей, кто всё-таки сейчас скажет, я пойду на сайт и зарегистрируюсь и буду участвовать, чтобы люди понимали, какая конкуренция их ждёт, какое количество людей участвует в заочном туре и дальше проходит. Могу сказать, у них ждёт серьёзная конкуренция. В прошлом году у нас было 6 тысяч участников в заочном туре, в очном — 2 тысячи. И из этих 2 тысяч какое количество людей без экзаменов? Без экзаменов поступает, конечно, не так много, потому что мы отбираем совсем небольшой процент тех, кто действительно талантлив. Но напоминаю, что это не только Москва, это 9 других площадок. Вот, это особо ценно. Получается, из этих 2 тысяч вы берёте в Москву, да, получается, кого-то учиться, и распределяются куда-то ещё. Ну, москвичи, как правило, поступают в наш ВУЗ, или, может быть, ещё в какие-то другие, где лингвистика представлена, но в основном к нам. А дальше уже ребята из других регионов Москвы в тот ВУЗ, который им ближе. А немосквичи могут рассчитывать на поступление к вам? Конечно, могут. Это замечательно. Ну вот, дорогие немосквичи, нас слушают и смотрят по всей стране, у вас есть шанс. Пока я ещё не зарегистрировался на сайте, у вас есть шанс, бегите быстрее. Давайте поговорим ещё о программах, которые в ВУЗах. В ВУЗе есть лингвистические, не только лингвистические в плане языков, есть даже жестовые языки. Это тоже лингвистическая программа, но мы, если такое слово модное, реализуем, да, мы преподаем, ведём несколько программ уникальных. Вот первая, она уже идёт у нас лет 6, наверное, да, это переводчик жестового языка межкультурной коммуникации. Это переводчик для тех, кто плохо слышит или слабо слышит. И у нас уникальная программа. Она не просто обучает ребят, поступивших в бакалавриат русскому жестовому языку, а был эпизод, что это был, и другие жестовые языки были. Обучает лингвистике жестовых языков, что, в принципе, уникально. То есть это перевод, условно, с какого-то языка на другой? Со словесного русского на русский жестовый и обратно. И в перспективе ещё и на другие языки. Это невероятно популярная программа. Она пользуется большой поддержкой Всероссийского общества глухих, Московского общества глухих. У нас прекрасные специалисты работают. И для многих это становится откровением. Эта программа для них становится откровением. И открывает многие двери, конечно. Многие двери, и вообще открывает иную культуру. Мы вынуждены прерваться. У нас небольшая пауза. Реклама. И совсем скоро к вам вернёмся. Друзья, оставайтесь с нами. Группа ВКонтакте «Страна Айфм». Задавайте свои вопросы. Рубрика «Наука и технологии». Лиза Калинин, Никита Некрасов здесь. И у нас замечательный гость. Профессор-декан факультета английского языка МГУ Ксения Владимировна Голубина. Задаем вопрос, связанный с изучением иностранных языков. Да. Сейчас, понятно, английский популярный. Но набирает же обороты и сотрудничество с Китаем. Вы уже об этом обмолвились. И есть студенты, которые приходят целенаправленно изучать китайский язык, сотрудничают, уезжают, наверное, на стажировки работают. Вот как в МГЛУ с преподаванием китайского языка? В МГЛУ с преподаванием китайского всегда было очень хорошо. То есть даже не в последнее время, а уже давно-давно. У нас всегда с преподаванием в Восточном языке. МГЛУ, Мудроинститут, он смотрел в будущее всегда. Да, глядел, да, глядел. Но у нас есть новшество, очень важное новшество. Если китайский язык можно выучить хорошо и применять его в разных местах, то стать преподавателем китайского языка – это совершенно особая вещь. Можно у нас, вот у нас программа есть чудесная, подготовка преподавателей китайского языка и культуры. Мощная такая программа. У нас ребята с нуля учатся и не с нуля. Им преподают носители языка и наши очень опытные преподаватели. И они обучаются вот этой профессии, мастерству, как преподать китайский не носителям языка. Они часть программы обучаются в виде стажировки. У них обязательно Китай или Тайвань, куда они захотят поехать. Но все очень увлечены этим, потому что, да, это особая программа. Вот скажите мне, пожалуйста, мне хочется, чтобы наша аудитория получила тоже какие-то практические советы. Вот какие рекомендации вы можете дать при изучении, ну вот в принципе языка иностранного. Ну, там человек какой-то уже учит, может быть, английский, испанский, итальянский. Вы говорите, первое, что нужна мотивация, да? Да, вы должны понимать, зачем вам это надо. Что еще, да, поможет, чтобы горел этот огонь? Потому что бывает так, что ты учишь-учишь, но не используешь язык в той мере, ради чего ты вообще все это дело начинала. Либо тебе вообще говорили, ну это надо, ну ты как само собой разумеешься, ну как-то не знать английский. Многие установки, они могут ни к чему не привести. Конкретная цель должна быть, да? Я хочу изучить, предположим, испанский язык для того, чтобы, там, ну слушать песни в оригинале, или смотреть фильмы в оригинале, или еще что-то, смотреть там что-то в оригинале без субтитров. Очень конкретная цель. Вы этого хотите сделать, у вас есть мотивация. У вас самое интересное появляется на это время. Так, да, вы его находите. Вы его находите. Не прочитайте другие занятия. Нет, 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 вы его находите, потому что вам это надо зачем-то. И постепенно, небольшими такими шажками, а некоторые с погружением, зависит от того, что вы предпочитаете. Можно и погрузиться в испанский язык, и всплыть уже после того... Да, в Испании после того погружения. Вернул здесь, разумеется. На Коста-Браво. Можно учить его более таким традиционным способом, так рассредоточенно. Это уже от вас зависит. Но я считаю, что именно комбинация вот вашего желания и конкретной, очень чёткой цели, зачем вам это надо, не абстрактно хочу знать язык, а конкретно, зачем я хочу его знать, конечно, он вам поможет. Ну и современные материалы, современные методики, их тоже никто не отменял. Ещё интересно, вы говорили про английский язык, что вот про фонетику, что часто наши сограждане говорят на английском, вроде его знают, но говорят с акцентом, да, таким явным. А почему так? Потому что у нас очень твёрдый... Ну, во-первых, языки очень разные. Твёрдые такие звуки, речь. Языки очень разные, и вообще фонетике нужно уделять особое внимание для того, чтобы перестроить весь аппарат, чтобы он звучал немножко там, не чашка-ча, чашка-чай, предположим, да. Вот как бы англичанин говорил по-русски со своим акцентом, английским или американец. Мы тоже этим занимаемся очень давно, мы всегда этим занимались, и у нас есть уникальный, я сейчас про английский язык говорю в основном, уникальный авторский курс нашего профессора Жанны Борисовны Верениновой, безакцентная постановка, постановка безакцентного произношения, именно с опорой и с анализом фонетической базы родного языка, русского языка. И у неё потрясающие результаты, это проходят все будущие преподаватели иностранного языка, и мы также предлагаем это в качестве дополнительных программ. Если вы хотите почистить своё звучание, звучать так более по-английски, то, конечно, вы можете тоже, не будучи преподавателем. То есть там можно слушать, как говорят англичане по-русски, тогда мы поймём, как это звучит. Я уже как бы своё добавила, да, у неё система немножко иная, она авторская, и вы это поймёте только на занятиях с ней. Так вот рассказать за неё я не смогу, но именно важно сопоставить на анализ, почему у нас, продолжим, язык там стоит за верхними зубами, а англичан в каком-то другом месте, и взрослому человеку это легко сделать. То есть это не чистая имитация, а именно это сознательная имитация. Скажите, пожалуйста, а есть ли среди тех студентов, которые изучают у вас языки, вот просто зашёл разговор о китайском и о преподавании китайского языка. Я недавно вдруг обнаружил, что один из моих друзей уехал преподавать английский в Англию англичанам. То есть он русский, настолько хорошо знает английский, что он поехал туда и вот учит их. Есть ли среди ваших студентов такие люди, которые уехали, допустим, в Китай преподавать китайским жителям? Другой пример приведу. Это буквально наша выпускница седьмого года. Она закончила нашу факультет английского языка, он по-другому назывался тогда, но это не так важно, суть не в этом. Она работает в крупнейшей американской компании, не буду называть в какой, если позволите. У неё настолько высокий уровень языка, что она носителем языка правит переписку. Вот. Настолько, да, внедрилась в процесс. Да, да. Она отвечает за коммуникацию в этой компании, не будучи носителем языка, по сути. Она настолько хорошо владеет всем этим, что ей доверяют такие важные вещи. Ксения Владимировна, у нас вот в эфире сейчас прозвучит песня, вернее, группа зазвучит. Она украинская, вот, но название её пишется по-английски. Вы можете, пожалуйста, как человек, обладающий английским языком, правильно сказать «квест-пистолс-шоу»? «Квест-пистолс-шоу». Добрый день, дорогие друзья, это телерадиоканал «Страна-ФМ». Лиза Калинина, Никита Некрасов. Но мы не главные персоны, действующие этого часа. А главная действующая персона этого часа – это наши гости. Ксения Владимировна Голубина. Голубина, прошу прощения. Профессор-декан факультета английского языка МГЛУ. Разговариваем о изучении иностранных языков. Уже поговорили и про Евразийскую лингвистическую олимпиаду, и про изучение английского, и китайского, и так далее. Наконец-таки мы пришли к русскому. Вот так вот. Русский же тоже для кого-то иностранный язык. Обязательно. И к нам едут? Едут. Учить? Да, у нас. Кто едет? Потому что у нас своя... Ну, китайцы, конечно, уважаемые многие-многие. И Европа у нас бывает, и другие страны. Но у нас... Извините, перебью. Была тут недавно в Владивостоке. Они уже очень освоились. Я вам честно скажу. Нормально они... А скоро освоятся окончательно. Уже, да, русские вот подучат. Скоро скажут, что выезжают за МКАД, значит, они там освоились уже. Ну да. То есть едут, изучают русский. Во всяком случае, мы как бы делаем все, чтобы... Они узнали. Наш родной язык, они знали хорошо. Да, как родной. У нас уникальные программы РК и русский, как иностранный. У нас есть факультет для пообучения иностранных граждан, который в основном-то эту программу и ведет. У нас есть и летние школы, и короткие курсы русского, как иностранного. В общем, русская речь у нас звучит не только в устах носителей нас, русского языка, но и наших иностранных студентов. И, кстати, очень неплохо они им овладевают. Вот вы опередили, очень неплохо. То есть как сам язык воспринимается наш, русский, сложно для иностранцев? Вообще язык сложный? Да, да. Для многих он сложный. То есть требует многолетнего обучения, изучения, да? Я бы сказала так, тщательного изучения. Может быть, не столь многолетнего, конечно, но тщательного изучения. Потому что есть нюансы, которые для нас... Не нюансы, они естественны совершенно, как для любого на очевидные вещи. А для них они представляют большую сложность. Предположим, категории вида, совершенно несовершенный вид, тоже просто их удивляющие. Подежи. Да, вот это вот для них... А граждане каких стран легче всего овладевают русским языком? Ну, просто интересно. Ну, украинцы, белорусы, белорусы. Вы знаете, они и так, собственно говоря, говорят на русском. Ну да, так, конечно. Вы знаете, я встретилась с одним... Он, правда, уже не студент, он уже исследователь в финн, как ни странно. Который настолько чисто и бережно говорил на русском языке, что я просто заслушалась. Сами понимаете, что мы язык слышим круглые сутки, и хороший, качественный язык. Но я просто заслушалась. Он лингвист, и у него, видимо, русский язык, его большая такая любовь. Но это была просто песня. Вы знаете, когда ещё иностранец, и настолько он хорошо и красиво говорит, удивительно. Я знала одну мексиканку, которая великолепно совершенно овладела русским языком. С нуля достигла высот в переводе Достоевского на испанский язык. Здорово. Да, вот тут тоже нужно акцент поставить для нашей аудитории. Ведь мы говорим о разговорном языке, так скажем. А если человек уже профилируется, и он в будущем будет работать переводчиком, это совсем другая история. Это совсем другая история. Как преподнести своей аудитории вот этот текст, который написал. Как не сказить, как сохранить смысл, как передать какой-то подтекст, если он есть. Да, это сложно. Даже какой-то юмор, шутки. Абсолютно. Это самое сложное. Передать юмор, он часто бывает непереводим. Ксения Владимировна, вот Лиза сказала про перевод, что люди изучают наш язык русский для перевода. А вы встречались с какими-то, может быть, интересными представителями разных других стран, которые зачем-то изучают русский язык не для перевода. То есть какая цель приезда и изучения? Которые зачем-то изучают русский язык. Конечно, вижу, естественно. Русский язык не для перевода. У нас же страна, ФМ, все-таки надо беречь. Не для перевода. Ну, понимаете, разные бывают ситуации. Кто-то приехал сюда и работает в нашей стране, изучает язык для работы, так скажем. Ему, предположим, недостаточно знать только международный английский, интернациональный язык, лингва франка. Он хотел бы говорить на языке страны, в которой он работает. Кто-то по чисто личным причинам. Да, вот встретил он свою судьбу. И решил, и решил. Вот она мотивация, вот она личная. Это очень сильная мотивация. Это очень сильная мотивация. Правда, согласна, абсолютно. И, значит, решил выучить русский язык. Кто-то, ну, учит тоже в таких небольших объемах. Но, как правило, это что-то очень сильное, что-то, что задевает вас. Мне понравилась вторая мотивация. Хватит. Да, это очень сильная мотивация. Ксения Владимировна, давайте еще раз пригласим всех наших слушателей и зрителей на ваши ресурсы. Как они звучат? Вот чтобы еще раз раз зашли и все узнали. Наш сайт linguanet.ru. Между прочим, у нас сайт многоязычный. Так что не только на русском языке можно про нас почитать. На английском официальная версия, на французском, на испанском, на итальянском. Спасибо вам огромное. На сожалению, время неумолимо убежало. Друзья, у нас в гостях была Ксения Владимировна Голубина, профессор декан факультета английского языка МГЛУ. До встречи. Спасибо. Всего доброго.